Продолжение следует... 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 Ну вот это мне, я хочу действительно, я сам радуюсь, когда скорая помощь приезжает быстро, потому что иногда я тоже бываю у пациента, но тут необходимо, так сказать, вместе работать, мы должны людям объяснять, а люди должны правильно понимать, чем правильнее ты вызовешь скорую помощь, тем быстрее она приедет. Вот из 550 вызовов именно к скорой помощи, вызова скорой помощи, то есть которые требуют неотлагательных вмешательств, где-то 250-270, то есть 45%, а 300-330 это вызова, которые, ну, все мы болеем, заболел, плохо, но не смертельно. Ну давайте напомним, что такие, все-таки, что такие самые экстренные. Вызова, которые необходим, необходим вызов 103, и мы обязательно советуем вызывать 103, это внезапно случившееся нехорошее событие, угрожающее здоровью жизни человека, это несчастные случаи, всевозможные травмы, отравления, дорожно-транспортные происшествия в первые сутки, первые часы сутки сразу вот. Второе, это внезапное обострение имеющихся заболеваний или внезапно изменившееся состояние здоровья человека, угрожающее его жизни или жизни и здоровью окружающих его людей. Третье, это роды и осложнения течения беременности. И четвертое, это экстренная госпитализация больного по направлению специалиста поликлиники. Скажите, за сколько должен быть обслужен вызов, и медики уже должны войти на порог? Мы должны, вызов поступил через 4 минуты, бригада уже должна выехать, и через 15 минут доехать. Для этого у нас есть три подстанции по городу. Иногда бывает, что мы, у меня лично, когда я сам выезжал, мы тогда радуемся, я находился возле того дома, откуда давали вызов. Мне по рации передавали вызова, и я заходил буквально через 2-3 минуты после передачи вызова. Это была радость и для меня, и для удивления, и для больного. И сейчас так бывает. Но бывает, что мы опаздываем. Не по своей вине, поверьте, это наша общая беда. Надо с ней бороться. Спасибо за ваш ответ. Я напомню, что программа «На частоту» идет в прямом эфире. У нас есть первый телефонный звонок, и мы предоставляем слово нашим телезрителям, чтобы послушать, что же их волнует. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Да, район ипподром. Знаком ли вам этот район? Да, да, да. Мне, во-первых, я хочу сказать, мне, конечно, сочувствую. Астма – это заболевание, которое обостряется. Но, извините, это хроническое заболевание. У астмы есть такой острый приступ, когда действительно необходимо. И если человек принимает базисную терапию, принимает сейчас очень хорошую базисную терапию, вот эти ингаляторы, если ему назначено лечение, то практически обострения не должно быть. Но если случилось, тут, конечно, вызов можно отнести и к очень скорым, и к которым можно отложить. Но вот именно про тот район, там очень плохая нумерация. Ну, хорошо, если мы знаем, если этот человек давно болеет, его знают. И наши водители знают. Ну, вот этот район, мы там всегда путаемся. И если не встречают, а встречать тоже ночью, как если человек один больной дома. Вот это наша беда, да. Что есть проблемы с нумерацией, с расположением домов. Именно вот Казахово, новая постройка этого Зачиганска, она вот этим... Ну, мы ведем, и работают, и акиматы работают, и милиция работают. Да, давайте к другому вопросу обратимся. Сергей Мадеевич, я знаю, что на помощь вашим медикам пришли подстанции и даже работники поликлиник. Расскажите, как это действует, как вы взаимодействуете между собой? Все-таки должна быть какая-то взаимосвязь. Сейчас вот именно ответ товарищу будет. Поликлиники, в каждой из поликлиник открыта неотложная служба. Она работает с 8 утра и до 20 часов, до 8 часов вечера. И именно бронхиальная астма, это, скорее всего, относится к их прерогативе. Они выезжают на этот вызов. Они вот и практически днем, если люди вот замечают... У нас практически днем не бывает опоздания. Опоздание начинается вот с 7 часов вечера и до 2-3 часов ночи. Ну, мы, я снова говорю, над этим работаем. Вот первые неотложные бригады открылись. Мы сейчас открыли бригаду под Степным, даем машину, они обслуживают. Работаем с Круглозерным, с дальними этими. Там тоже сейчас появился врач. Ну, работа в этом направлении ведется. Сергей Мадеевич, наблюдая за другими госорганами, например, за работой Департамента внутренних дел, которые когда-то ютились в небольшом помещении, сейчас получили огромное здание, гостиницы, и сейчас работа налажена, то у вас, если не ошибаюсь, здание уже советских времен, и вы все умещаетесь. Хватает ли вам этих мощностей, которые вы имеете? Потому что транспорт это одно, но еще и административные здания, комнаты отдыха для ваших медиков, комнаты для диспетчеров, хватает ли вам той базы, что вы имеете? Ну, в принципе, хватает. В принципе, мы размещаемся. Хотя, да, здание уже более 30 лет. Ну, если будет лучше здание, конечно. Это здание рассчитано на 12 бригад. Ну, я снова скажу, мы помещаемся, мы всех размещаем. В тесноте да не в обиде. В принципе, всем хватает. И у нас территория базы большая все-таки. Ну, хочется надеяться, что дойдет обновление до вас, потому что, видимо, строятся какие-то огромные больницы. А скорая помощь у нас уже 30 лет в одном и том же помещении. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем наших телезрителей. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вот. Я хочу так сказать. Вот он стоит, говорит, что через 15 минут скорая. Вот сколько мы раз вызывали? Два часа, два с половиной часа. Вот. Много раз скорую помощь туда звонили. Занято, 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 занято скорая. С какими жалобами вы обращались, пожалуйста, уточните? С давлением. Да, давайте вот разберем такой аспект здоровья, как давление. Давление у старого человека, давление у молодого, прединсультное состояние, прединфарктное. Как это часто случается? Да, опять же, да, опять же, давление это, кто страдает давлением, знает, я сам страдаю давлением. Но давление, опять же, само давление, повод давления не является поводом для вызова скорой помощи. Тут можно позвонить своему участковому врачу. В основной контакт должен идти с участковым врачом. Если участковый врач посоветовал принять, там таблетки не помогают, и есть признаки уже инсульта, тогда только вызывать скорую помощь. А у нас практически все, кто страдает давлением, многие, все вызывают скорую помощь для того, чтобы сделать уколчик. Опять же, я хочу тогда... И на второй вопрос отвечу. Мы над ним работаем. Сейчас у нас, мы сделали, что у нас еще три городских номера. У нас четыре номера 103 есть, еще три городских. Сейчас мы, кроме того, что работаем над созданием колл-центра, опять же, это все обсудить надо, чтобы отвечал, опять же, мы думаем, что люди подумают. Вот будет автоответчик говорить, вы попали на скорую помощь, нажмите кнопку 1, нажмите кнопку 2. Это все сейчас обсуждается. Это очень серьезный вопрос. Но мы увеличили. Если сейчас, я не знаю, в последние две недели человек звонил, нет. Если он 103 занят, вызов моментально идет на городской телефон, то есть идет переадресация. Мы уже начали последние две недели так работать. Сергей Мадеевич, я знаю, что вашу деятельность очень пристально отслеживает прокуратура, очень часто она дает какие-то замечания. Скажите, нужна ли такая серьезная глобальная проверка ваших сотрудников или все-таки она мешает работать? Нет, ну следить, конечно, надо. Не мешая работать, пожалуйста. Не дезорганизую работу. Мы не боимся, если человек поступает честно, то просто когда начинается какое-то давление или какое-то... Ну практически, я считаю, что контроль нужен. Все, контроль нужен. У нас есть еще телефонный звонок. Давайте разнообразим наши темы. Не будем только сетовать на опоздание скорой помощи. Может быть, у кого-то есть предложение или другие есть замечания. Говорите в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы, вот, пожалуйста, может быть, на скорую помощь. В каком смысле? Я своему ребенку вызывала скорую помощь. Мы два часа ждали. Как могли, сбивали температуру. У нее под 40 была температура. Вот. Приехали врачи, посмотрели, какие у нас есть лекарства. Вот. У них с собой ничего не было. Ну, сказали пить протестамол, аспирин. И все. Я сказала, если температура не спадет, что нам делать? Ну, что мы сделаем, не вызывать у нас больше. Вот видите, люди очень часто принимают работников скорой помощи за специалистов узких. Но работники скорой помощи, я так понимаю, не узкие специалисты. Да. Да. Вот я здесь не упомянул, что из 550 вызовов 170, 180 детские вызовы. Мы никому не отказываем. Я вот тоже хочу сказать, что это наше достижение, республики Казахстан. Мне кажется, единственная страна сейчас, в ближайшем окружении, где скорая помощь оказывается бесплатно, не спрашивая, откуда человек приехал, где он живет, в смысле, ну, адрес назвать надо, чтобы скорая приехала, но не начнут выяснять его принадлежность, с какого он государства, кто он. Даже вот кто был в Турции, знает нас. Кто в Турции едет, сразу говорят, не вызывайте скорую помощь, а то отсюда уедете без денег. Ну, там действительно не вызывали. Да, без страхового полиса никакой медицинской помощи на ней получатся. Хотя бы взять Россию, ближайшую Россию, и то там, ты первая звонишь, когда тебя сразу спрашивают, номер вашего страхового полиса. Все, ты начинаешь объяснять, что я в гости. Ну, давайте все-таки ответим, прям, буквально несколько секунд, что... Я просто хочу, что тебе, да, опять же, вот этой женщине надо иметь контакт со своим педиатром, он больше для нее сделает. Ну, то, что говорят, что ничего нет, ну, этого не может быть, у них то же самое, что и для... у той женщины. Но дети – это особый контингент, конечно. Да, врач может опасаться ребенку сделать какое-то укол или выдать лекарство. Извините, мы для... для оказания первой помощи, да, вы, наверное, попали как раз в то время, в час пик, что на 2 часа, вот когда 40 часов. Это, я признаю, бывает. Хорошо. Надеется, что мы и справимся. Хорошо. Мы призываем все-таки зрителей разнообразить наши вопросы и не обращаться только с жалобами. Пожалуйста, говорите в эфире, у нас есть следующий телефон, звоночек. Да, слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вечер, извините. Я бы хотел узнать, стоит вызывать скорую при давлении 250 на 140 на 120? Обязательно. Я так вот слышал вас, что... Обязательно. Обязательно. А то вот у меня было, когда обширный инфаркт, вызвал скорую 200, она... ну, врач посидел со мной 200, ну, час где-то посидел. И потом уехал. А через сутки я думал, что у меня обширный инфаркт был. Такая ситуация была. Обязательно нужно вызывать скорую помощь в такой ситуации, говорит Сергей Мадевич. Спасибо за ваш вопрос. Сергей Мадевич, я знаю, что очень важный аспект работы этот транспорт, насколько улучшилось снабжение скорой помощи, насколько ваш транспорт более приспособен для оказания медицинской качественной помощи. Я уже сказал, что буквально за 10 лет наш транспорт обновился на 100%. Сейчас у нас половина транспорта, если у нас 35 час единиц, я уже называл, в самые пиковые часы у нас выходит 24 бригады. У нас сейчас по городу 22 бригады, но они распределены по часам неравномерно. Мы днем, когда вызовов меньше, когда не отложка работает, 16 бригад выходит в ночь, 24. Есть кардио-бригады? Есть одна-две кардио-бригады. Вот этот мужчина сказал с инфарктом, ну, вы знаете, мы все случаи разбираем, где такие случаются. Значит, не сняли кардиограмму. Возможно, инфаркта, может, на тот момент не было. Ну, с каждым случаем. Мы все, поверьте, мы все случаи разбираем, где пропускают, где... Так что транспорт у нас сейчас хороший. Скажите о той введенной системе электронной. Насколько она все-таки помогла вам? Насколько вы уже привыкли в ней работать? И сейчас легко ли вам представить, что этой системы нет, например, вернуться назад? Ну, система, во-первых, очень удобна в том случае, чтобы нам доказать... Сейчас нет проблем. Вот человек звонил, идет телефонная запись. Только, опять же, телефонная запись, так как ее много, нам фирма, которую устанавливали, сохраняет только 6 месяцев. Но это огромный срок. 6 месяцев. Большой. Ну, прокуратура возмущается, почему у вас 6 месяцев? Ну, видимо, нет возможности хранить больше. Но распечатки мы даем, во-первых, контроль идет хороший. Во-вторых, нас очень в каждый день, ну, по многу запросов поступает. Был ли такой вызов, не было ли. Раньше мы сажали, ну, раньше как, 10 лет назад. У нас такие талмуды. Мы сажали 5 человек. Вот бывает запросить, милиция обычно просит. Скажите, с 1 января 2000 года до 1 января 2001, вызывал скорую? И вот сидят, листают эти. Да, огромная работа, не свойственная, не специфическая. А сейчас набрали номер телефона, если фамилию, номер телефона, главное правильно сделать, вы сами знаете, запрос. Ошибешься в одной буквы, она не выдаст. Правильно выводить запрос, и буквально за считанные минуты нам выдается это. Это во-первых. Во-вторых, сейчас мы, вот это уже не пишут, наши диспетчеры не пишут руками вызов. Они принимают по телефону, идет запись, у них на экране отсвечивается, и тут же через принтер выходит этот вызов. Ну, это все сделано, что, быстрее. А то раньше было... Хорошо, спасибо. Нам режиссеры подскажут, что у нас есть еще телефонный звонок. Давайте предоставим жителям слово. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такое дело, сначала, конечно, хотела немножко поругать, но мы сегодня вызывали скорую помощь. У меня племянница приехала из поселка, и у нее была сильная головная боль. Мы сегодня вызывали скорую помощь, у меня племянница... Да, 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 продолжайте. У нее была сильная головная боль. Ну, вы знаете, они приехали, сделали обезболивающее, все, и сказали... Ну, вы знаете, они приехали, сделали обезболивающее... Говорите, пожалуйста, не останавливайтесь. Сказали, ничего страшного, все пройдет. Но девочке было еще хуже и хуже и хуже... Сказали, пожалуйста, мне не... Да, да, мне уже сказали. Было все хуже и хуже, вызвали еще раз, повторно, приехали, опять ее не забрали. Только обезболивающее, только обезболивающее. У девочки давление... Потом уже дочь позвонила опять на скорую помощь, пригласила заведующую, заведующую, мы очень благодарны ей, что она прислала другую бригаду, и ребята разобрались, и забрали у нас больную. — Что же с ней случилось, хотелось бы узнать? — Дело в том, что мы все равно благодарны вам за то, что есть такая служба, и вы знаете, надо побольше хороших специалистов. — Да, вот, кстати, вопрос, как со специалистами сейчас дело обстоит? Всем ли вы довольны? — Ну, мы работаем с тем, что у нас есть. Ну, мы сейчас переходим именно на скорую помощь, на оказание первой помощи. — Специалисты, каждый день работаем с ними, сейчас обучают очень много. Вот буквально недели-две назад приезжали с Алматы, с Дни кардиологии, учили нас, как поступать при инфарктах миокарда. Сейчас нет проблем с обучением. — Скажите, вот сейчас скоро или уже сейчас жара, увеличивается ли количество каких-то вызовов, и что можете посоветовать тем людям, которые, может быть, одышку испытывают, сердцебиение, может быть, давление поднялось, вот на жару? Как им себя вести все-таки? Кто-то есть престарелые, где-то дети, где-то беременные женщины. — Вообще, человек должен сам заботиться о своем здоровье. Я просто к сведению. Я тоже являюсь таким же больным, как и все. Я сердечник, давление у меня. Но следить за собой, пить вовремя таблетки, много не находиться на жаре — это такие простые правила. И следить за детьми, за... Ну, кто с тобой рядом на водоемах. Сейчас у нас, сами знаете, опасный период, много... Ну, прилично тонут люди. Каждый должен сам заботиться о своем здоровье. Пить вовремя таблетки, держать связь с участковым врачом. Тогда, возможно, и не понадобится вызов скорой помощи. — Сергей Мадеевич, время у нас заканчивается. Я думаю, сейчас прекрасная возможность обратиться к нашим горожанам, довести до них какую-то нужную информацию, потому что после это будет сделать поздно. А вот сейчас у вас осталось буквально 1-2 минуты, чтобы обратиться ко всем горожанам, потому что вы поняли, что основные замечания и основные просьбы были все-таки... Опоздание наше. Мы знаем, да. Я попрошу, если это возможно, не вызывать скорую помощь к больному, не нуждающемуся в экстренной госпитализации в часы работы поликлиник, для выполнения назначенных процедур, инъекций, определения сахара, снятия кардиограммы, для перевозки плановых больных в стационары, в поликлиники, для проведения обследований, для проведения медицинских экспертиз, наркологических, и для оказания консультативной помощи. Бывает у нас такой вызов, определенный круг лиц вызывает, начальники обычно, ну-ка посмотри, он пьяный или не пьяный. А у нас сейчас такой приказ, что мы никому не отказываем. Идет запись, хоть на что вызывает, даже пьяный вызывает, мы слышим по телефону, что человек пьяный, мы обязаны выезжать. Вот это вот тоже, с одной стороны, плохо, надо с прокуратурой тоже работать, дать возможность, ну, опять же, вопрос очень серьезный. Вот знаете, мне очень понравилось одно ваше замечание, что арифметическое увеличение количества бригад не приведет к улучшению. Ничего не даст. А что именно нужно сделать, чтобы улучшить работу? Нужно улучшить, во-первых, всю службу нашу, всю, начиная от скорой, кончая первичной медицинской службой. То есть в этом вы видите секрет успеха? Нет, 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 нет. И во втором, и чтобы каждый относился к своему здоровью, то есть, чтобы здоровье было дорого человеку. Вот за советское время мы привыкли, что здоровье было, медицина была бесплатной, и все привыкли относиться к нему. Если, вот бывает, доктор говорит человеку, перенесшему инфаркт, ну, все знаете, вам нельзя пить. Через неделю смотришь, и человек пьяный ходит. Ну, к примеру, также с инсультом, выполнять, следить за своим здоровьем. И вот нам режиссер подсказывает, что спросили, есть ли детский педиатр, именно специальные детские врачи на скорой помощи? Есть. Я говорю, у нас на скорой помощи две бригады. Ну, сейчас, летом, когда отпуска, одна бригада осталась. Но я уже назвал, в день поступает 150-170 вызовов. Одна бригада в силах обслужить 20 вызовов. И вот еще один человек подсказывает, задал вопрос, можно ли перехватить скорую, когда к соседям приехал, и у тебя тоже острый приступ, и попросить, чтобы они посмотрели, воспользовались близостью. В этом случае вы должны, можно, но вы должны, сам врач должен, скажем, по рации сообщить диспетчеру, потому что все работы контролирует диспетчер. У нас, я снова говорю, завтра этот человек может потребовать справку, а у нас не будет зафиксировано. То есть, наш доктор должен позвонить, сказать, доложить диспетчеру. То есть, все должно быть открыто? Да. Я обслуживаю попутный вызов, это у нас принято. Но сообщить надо. Я напоминаю, что это была программа «На чистоту». Я благодарю нашего гостя, директора городской станции скорой медицинской помощи Сергея Мадеевича Бекижанова за то, что он «На чистоту» ответил на наши вопросы. Встретимся на следующей неделе. Будьте здоровы и берегите себя. Одежда ведущим предоставлена бутиками «Классик» и «Купер». Сити-центр, третий этаж. Встретимся на следующей неделе. Сити-центр, третий этаж. Продолжение следует...